Друзья, продолжим. Сейчас кинул взгляд на участников. Ученых учить, только портить. Меня интересуют новички. Так, ну что, посмотрели, поехали. Брат Юрий, привет, здравствуй. Наталья Москва, здравствуй. Подольская, здравствуйте. Галина Блинова, Санкт-Петербург, здравие, благополучие и плюс 2. Вот это хоро. Ой, я же когда рассказывал, то самое-то главная беда-то, ваш Евжан. Почему между нами разница? Раннее просыпание, а потом морозок, заморозки. Вот это вот тут. Так что завидовать Евжанам не приходится. Вот этот, еще один фактор. Но тут один принцип. Надо как можно больше садить. А потом что-то останется точно. Как будто специально для вас. Но угадать невозможно. Гибридные мои, по крайней мере. Помните, у меня мордой у вас свободное опыление. Да, свободное. Да, то есть человек сотню костиков выпьет. Поэтому сад-то гарантирован. Пусть даже в конце концов 10-20 составится. Все равно сад будет. Вот им-то эти 10-20. Вообще все совпадет. Вот так вот. Как в доминошке. Так. Галина, здоровья. Бухтияровка. Всегда на месте из Казахстана. Ой, метельник у вас еще. Боже, вот вам и весна. Кузнецовка Казачинская приветствует. Ольга, здравствуйте. Абрикосы, пора на сферкации уложить. Да, сейчас вот смотрите. Вот допустим, сегодняшний день взять. Сегодня у меня работала племянница Юля. Так. Как она работала? Я говорю, Юля, половину втроцируешь абрикосу, половину оставляешь еще сухими. И вот у меня было сегодня два человека заказывали абрикосы. Один был в Новосибирской области. Я сказал, она спрашивает, боится ошибиться. Я говорю, ему сухие отправляешь абрикосы. У него, возможно, до мая будет снег лежать. А мы отнимаем два месяца. Получается, сейчас в феврале накидываем. Вот сейчас середина февраля. Март-апрель. На середине апреля надо высаживать. Ага. А вдруг у него еще снег будет? Не обязательно. Но если у него взойдут. А еще снег, он, по крайней мере, будет по горшкам и в холод. Некоторые мудряются даже снег закопать, чтобы восстановить развитие. Вот. И второй был заказ, я расскажу. Куда-то с юга. Ну, кажется, Европы. А раз Европы, значит, я сказал, клади уже в песке. Тогда, это, могут даже в конце марта посадить. В начале апреля. То есть, вот так. И поэтому, вот сейчас получается как. Вы, Ольга, спросили, да? А, у вас тюмень. Все. То есть, если бы вы сегодня заказали, вам бы положили сухими. А вы, получив, дело в том, что у них схожи через полтора-два с половиной месяца. Одни могут зайти через полтора месяца, другие проснутся через два, а последние проснутся через два с половиной, или вообще не проснутся. Есть такое понятие, как резерв главного командования. Какая-то часть косточек. Что угодно делайте с ними. Что угодно. Они взойдут, и все. Почему? Природа предназначила, еще и дала им возможность отойдется лишний год, два, три, и взойти тогда, когда катаклизм закончился. Ну, что такое падение кометы? Взрыв, взрыв там, это самое, вулкана. Все небо пыли. Солнце отсекло. В июле мороз. Все погибло, казалось бы. Ну, вот рассеялось через год-два. Когда этот пыль рассеялась обратно. Опять солнышко пригрело. Мертвая земля, мертвые деревья, все мертвое. И вдруг из-под земли полезли априкосы. Почему? Они рассчитаны были на это. Поэтому никогда не надейтесь, что все 100% зайдет. Вот. А чем больше зайдет, тем лучше, конечно. Но при этом, надо это знать, что сходит немножко в разное время. По принципу, это не мой термин, это термин науки. Расщепление свойств. Рядом лежат две костики. Папы разные. У этого же все разные получились. Вон у меня, сколько там, полтора-два десятка сеансов. Вот такого размера. Сейчас покажу. Вот такого размера выписал. Они в тени росли под мажорчиком, под патриархом. А что из-за них получилось? Все разные плоды. Что это, сколько у них пап? А в раме пап еще дедушки, бабушки. И не обязательно папу. И вот получается, что, если вы живете в Тюмени, в Тюмени у вас, скорее всего, можно будет посадить во второй половине апреля. Мне так кажется. Это если среднюю взять. Тогда во второй половине февраля вы должны заложить нострификацию. Как мог, ответил. Валентина, добрый вечер. Гречихина, добрый день. Нижние ветки оставили. Они питают корни. Лена, давайте я вас расцую. Как обидно, что не дотянусь. Вот. Как обидно. Какая вы умница. Здравствуйте. Поздравляю всех, где влюбленных. Курган. Ну, кто влюблен в мужа, кто в любовника, кто в соседа, кто в садоводство. Я тоже всех поздравляю. Мы все влюбленные, ребята. Так, корни. А, вот тут не хватает. А, тут была, видимо, ошибка нижней ветки, а сопитает корни. Она поправилась. Корни, корни. Так, Тверь. Всем добра и света. Гречихина. Дерн под деревню трону, дышат корни. Правильно, совершенно верно. Что интересно, казалось бы, задернило. Нет, какой-то идиот, какой-то странный человек, 19 веке. А, его кто-то учил с 18 века. А, может быть, это шло с древней Греции. Что, как же так? Ты даже дерн мешает. Надо перекопать дерн. И таким образом лопатой мы подаем деревьям кислород. Для нас с вами, Лена, это дикость. Согласитесь? Правильно вы написали. Дерн не трону, дышат корни. Вот именно, что дышат корни, потому что дерн не трону. Михаил, привет. Виноградов, здраве. Городничин, всем привет из Москвы. Готовимся к лекарствам абрикоса. Так, вырезала. А, наверное, вырезала. Так, у деревьев. Хорошо, что не у всех. А если поливать раствором глюкозы. Ну, знаете, не знаю, лучше оставьте дерево в покое. Оно само разберется. Мне так кажется. Мы же не знаем, какая концентрация была бы, если бы это, может, в сто раз больше нальеть. Может же, как это самое, стакан воды выпить, а ведро воды утонул в ведре. Мы же знаем этого. Лучше всего ничего не делать. Галина, выпилили что ли? Вырезала? Нет, он напишет, вырезала. Так, говорит, Чихин. Вот, вот, конечно, сержневого корня. Ну, и не надо этого. Сейчас по Москве идет обрезка тополей. Страшно смотреть на скелеты деревьев. Видите, они же как делают? Вот, бывают редкие случаи, когда резать надо. Я железом работал в двух детских садиках. Когда мне сожгли сад, когда я остался с пенсией. Вот, а есть такое понятие, средняя пенсия по России. И у меня, у этого ветерана труда, у ордена носа была как раз средняя пенсия. Если говорили 10 тысяч средняя, то еще у меня было 10. Ровно-ровно. Когда говорили 11, это 11. Когда подняли 12, 12. Так, 15, и у меня 15. Ну, как на нее прожить? А то опять 6 тысяч на это. Я пошел в два садика работать. А мне надо было перехватиться. Когда я работал на заводе, извините, много ли там времени потрачу. Вот, а сад сожгли. Надо было восстанавливаться. Я тогда в два садика работал. Мне пришлось... А там дети. Это страшно. Это же не дети. Это ураган. А на всех ветках, нижние скелетные ветки, их обрезали. Они отрастают снова. А их обрезают до меня. Они отрастают снова. И я такой фанатик с удовольствием брал секат и отрезал ветки, чтобы глаза не висели на этих ветках. Чтобы ребенок побежал дальше, а глаз остался висеть. Понятно? Но это бы еще можно, понятно. По Москве идет обрезка тополей. Если бы посмотреть хорошо, надо ли вообще отрезать нижние скелетные ветки, а их обрезать нижние. Есть другой вариант. Отрезают, чтобы он не упал, а они рано или поздно все упадут. Отрезают, допустим, верхнюю половину, оставляют половину или третью. Она еще сильнее обрастает. Ну и Бог с ним. Но уже тогда шансов упасть меньше. Два раза меньше рычаг Архимеда, который мог бы даже землю, дай ему волю, он бы мог и землю повернуть. Помните? Мы же с вами все проходили это. Что такое рычаг Архимеда? Вот. Когда обрезка верхняя половина. Я это понимаю, потому что раз уж понасадили, теперь надо спасти людей от них. Сколько людей погибло под деревьями, под городскими. Ну, кто бы знал, что это городские деревья, это страшно, это смерть для детей. И дети гибли, и взрослые гибли. Раздавленные машины, если по России, счет на тысячи пошел. Огромные деревья падают. Ну, потом, да, примеры принимают. Но кто-то отрезает нижнюю часть, делает, а оно же после этого, я же не дошел до этого, временар закончился по времени. Нижняя часть, когда отрезают ветки, она становится еще более хрупкой. И вот ради того, чтобы оно выглядело деревом, ради этого подвергает еще больше опасности людей. Клупость, дикость, а кто-то на этом зарабатывает, сожгут там 10 литров этого бензина, напишут 100. Сожгут 100 литров бензина, напишут 1000. Кто это проверяет, когда? Мы за все платим. Вы скажите, может найти хоть одного руководителя ЖЭКа, а в стране их десятки или сотни тысяч, так? Я ничего не проверю, десятки, сотни тысяч, которые бы при обрезке деревьев, сожгли бы 85 литров бензина. И он записал ровно 85 литров. Ну, ладно, 86 там, испарение. Ну, пролил 100 стакан, когда заполнял эту емкость. Такое видели когда-нибудь? Хотя бы людей спасали, отрезали бы верхнюю часть. Ой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!